Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня хотим поговорить о коллективном бессознательном, именно бессознательном, никак не надсознательном. Так получилось, что мы в одно время, Наталья была на свадьбе, а я выдавала, нет, женила сына, да, и принимала дочь. И мне вот очень интересно, как работают программы коллективного вот на всех этих народных традициях, на всех этих проявлениях. Вот что-то успела заметить красивого, интересного. Ой, я успела заметить, что люди вообще делают, как они на программах проходят эти праздники, да, как это все у них активируется и что вообще происходит. Один из забавных моментов – это когда знакомятся родственники со стороны жениха и со стороны невесты. То есть, вот представьте, это люди, которые никогда друг друга не видели. Им надо о чем-то общаться, то есть у них настройка на то, что должно быть доброжелательное общение. А говорить не о чем, и происходят такие диалоги. То есть, описывается окружающая действительность, да, вот стоит группка людей, говорит, мы здесь ковры, и втрое активно подхватываются энтузиазмом. Да, да, ковры чистенькие, пауза. Идет дальше, погода-то сегодня хорошая. М-м-м, да, не говорить хорошая, да. То есть, ну, как бы подсознание ищет, на чем взаимодействовать, да, но поскольку само взаимодействие ему не особо-то нужно, оно просто вот называет предметы обстановки, да. Отдельный момент, что происходит уже не такой забавный на самой, например, свадьбе, да. То есть, мы берем сейчас традиционную свадьбу, да, ну, скажем так, среднеосознанного человека, да, в среднюю по больнице. То есть, даже о том, какая музыка ставится, да. То есть, музыка ставится популярной очень часто, если это какая-то глубинка, она там по 20, по 40 лет, эти репертуары не меняются, конкурсы не меняются, это вообще отдельная, конечно, история. Но подбор вообще музыки, это отдельная вещь. То есть, это вся музыка про одиночество, это вся музыка про измены, это вся музыка про то, как тяжело жить на свете, как плохо, какие ужасные взаимоотношения с партнерами и так далее. И все с энтузиазмом, это вот все дело подхватывают, и все это еще и подкрепляется соответствующими конкурсами, что, ну, вы же знаете, что мужчины ходят налево. И зал с энтузиазмом, да, ну, так давайте мы сейчас, типа, это самое, сделаем так, чтобы они налево не ходили. И рассказывается дальше в конкурсе, чем надо бить мужа, например, как надо строить жену. То есть, прописываются сразу все программы, что она должна делать, какой борщ варить, что будет, если она этот борщ варить не будет. И все, значит, кивают, улыбаются и грузят, грузят, грузят в себя эти программы с удовольствием, да. А это ж внушение на самом деле. В чистой воды внушение, да еще под это дело, это вообще шикарное внушение, которое сразу заполняет психику человека мусором, спамом. Да, да, причем это вот идет такая атака массированная с двух сторон, то есть оба рода загружают, я извиняюсь, все, все какашки, которые у них были, в этих молодых, которые в шоке стоят, и все это просто видно, как у них это все грузится, грузится, грузится. То есть вот этот момент, ну, возьмем, говорят, ну, какого там развлекателя, да, какого ни попадя. И вот эта женщина, она старается, она за всех сил там трясет, там, не знаю, дядю Васю, который там молодым желает, да такого желает, что, просто думаешь, действительно там откреститься, это самое, чтобы только не это, то есть не спрашивают, хотите вы, не хотите сидеть, а те сидят и глотают, да, скажут из-за страны. Пожелания, знаешь, как еврейские такие пожелания говорят, Сарочка, тебе, конечно, надо денег побольше, здоровья побольше, красоты, Сарочка, ума, а все остальное у тебя есть, да. Да, 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 точно, да, то есть вот, вот, говорит, вот тебе этот сковородка, будешь мужу лупить, да, то есть, ага, у нее там прописано, окей, буду мужу, вот у меня даже сковородка, да, ну, то есть, такие моменты просто сумасшедшие, это как бы о чем говорить, что, ну, ребят, если уже, ну, собираетесь что-то делать, да, ну, вообще хотя бы обратите внимание, что вы делаете, да, потому что... Что вы говорите, да, что вы говорите, какую музыку вы ставите, и что вы как бы в себя грузите, да, то есть, ну, это один момент. Второй момент, есть, конечно, эти механизмы, они более сложные, чем вот поржать, да, и вот это общение, где программы через запятую выдаются, то есть, сама эта система для чего, то есть, например, там, свадьбы, вот эти дни рождения, юбилей, да, то есть, вот если свадьба, это, ага, мы сейчас всему коллективному скажем, что вот эти мужчины и женщины могут уже официально, там, условно жить вместе, там, рожать детей и так далее, по правилам вот этого общества, да, по правилам этого коллектива, да, то есть, и этот коллектив, он вполне себе сидит и считает, как бы, нормальным, что он будет диктовать, что делать, да, для того, чтобы эта ячейка общества была такой же, да, уравнялась туда, даже вот обратите внимание, что после свадьбы говорят родственники. Спасибо молодым, что они для нас, родственников, устроили этот праздник, да, то есть, где здесь вообще, сами молодые? Молодых там нигде нет. Там, да, практически, ну, нигде нету их. То есть, ну, вот такой момент. Ну, то есть, если с этого начинается семья, да, то, ну, что же будет дальше в продолжении? Ну, вот этот момент тоже надо учитывать. Вот, опять же, то есть, такое интересно, вот со свадеб начали, да, тоже, допустим, дни рождения даже, как вот, есть у нас традиции, над которыми мы не задумываемся. Вот представьте, вот у человека, допустим, день рождения, да, у нас в традиции принято, что мы там накрываем тот, у кого день рождения, накрывает стол, да, то есть, изначально посыл был хороший. У меня праздник, я этим праздником, как бы, хочу поделиться с родными, с близкими, и это самое. По итогу у нас что получается? То есть, это там, допустим, юбилярша там вся в мыле, там, наготовив непонятно чего, обслужив этих самых людей, которые там довольные, веселые ушли, как бы сидит с этим своим веником и думает, бля, нахрена мне это день рождения надо было, да? Я извиняюсь за мой французский, да? А есть, например, культуры, в которых, ну, по-другому делается, да? То есть, если, допустим, это именинник, то друзья собираются, устраивают ему праздник, ну, он, естественно, там, благодарит, там, не знаю, тортик, еще что-то, да? Но, обращение мое, почему у нас так не принято, да? Почему у нас должен загнан этот самый, для того, чтобы подстроиться под это самое коллективное. То есть, для того, чтобы, там, сосед был рад, там, троюродная тетя была рада, да? То, что имениннику это вообще не нужно, это уже, как бы, опускается. То есть, где в этом осознанности, где в этом мы? Есть только некая традиция, которая, возможно, изначально была, ну, хороший посыл был, но она в какой-то момент потеряла вот этот вот, свою суть, да? И превратилась во что-то другое. Да. То есть, ну, и, представляете, то есть, вот на скольких праздниках мы бываем? Сколькие праздники, там, таким образом мы делаем? И праздники, это же еще положительное, да, положительный момент. Мы пока рассматриваем положительную часть коллективного, мы еще не рассматриваем его отрицательного. Да, это точно. То есть, ну, сколько вот этих моментов можно у себя отследить, опять же, если говорить про положительное, зачистить, отработать и действительно какие-то новые, хорошие, вот сейчас молодежь закладывает очень часто какие-то новые традиции семейные, на которые бывает, что как раз и род сопротивляется, да? Что это вы придумали? Что это вы решили, там, не знаю, свадьбу, там, сделать за границу? А как же троюродная тетя Маша, которая из деревни должна была доехать на вашу свадьбу с гусем, да? Ну, то есть, такие вот моменты. А, например, молодые люди хотят этот день действительно посвятить себе, да, в свой новый, там, семейный эгрегор заложить эту энергию. Но нет, коллективно начинает щипать. А где наши? А почему вы нам не дали, да? А мы же вам сказали. Или там, и дальше начинается опять, то есть, в этот момент просто, почему мы говорим о праздниках запускается, вот это вот, вот этот маховик запускается. А дальше, а где ваши дети, да? Скажите, вот соседка будет за этими детьми смотреть, да? То есть, одно дело, когда ребенок, как бы, в семье осознанно появляется, потому что родители, а другое дело, потому что соседка достала. И, ну, как бы, тогда, соответственно, ну, продолжайте логично, да? Ребенка соседки. Ребенка соседки, да. То есть, в такой момент. То есть, очень многие, очень многие моменты в нашей жизни, которые являются ключевыми, они действительно проходят неосознанно. Они проходят под, прописаны под коллективным. И потом, там, вдруг, внезапно, да, через, там, через 20 лет, оказывается, ну, если уже, там, к семье возвращаемся, что вообще, кто этот человек рядом, да? Ну, с такой же фамилией, например, да? Или вообще, что делают мои дети, и почему они похожи на соседа, да? Да, ну, то есть, ну, потому что сосед хотел детей, да, логично. Ну, шутки шутками, но вот этот момент очень важный. Ну, смотри, традиции, они не меняются, я не знаю. Вот я вчера была в ЗАГСе, женился мой ребенок, да? И я вошла в тот же самый ЗАГС, ровно 25 лет назад мы женились с мужем, да? И мы входим в этот же ЗАГС, звучит та же самая музыка, ровно та же самая атмосфера, ну, поменяли одни искусственные цветочки на другие. Причем все в искусственных цветочках, вот как на кладбище, да? Реально от крематория очень мало чем отличается, только тона. Там черное, здесь белое. И мы заходим в это помещение, и звучит музыка. Она предполагается, что она романтическая, и вот не осознавая, так уже намоленный Грегор, да, годами все это намаливается, и вот не осознавая, мы входим в это помещение, и я так смотрю на сына, вот он там ставит подпись, невестка ставит подпись, и вдруг меня подмывает, мне хочется плакать, и я так себе говорю, причем смотрю, схлипывая, у меня уже теща рядом схлипывает, и я так, стоп, стоп, стоп. Я радостно пришла в этот ЗАГС, потому что мой ребенок наконец-то решил узаконить свои отношения, и я счастлива за него, я счастлива, что у меня будет дочка, да? Почему я должна плакать? Я не хочу плакать. Звучит какая-то дебильная музыка, которая как будто провожается в последний путь. Еще бы могли включить Ту-104, самый лучший самолет, да, и мы уже проводили этих детей в последний путь. И я так тещу говорю, слушайте, а вам не кажется, что вообще что-то не по делу слезки, да, да, тут радоваться надо? А мы их как в последний путь провожаем. Ну, когда разрядка, тогда сразу настроение другое. Все это, ну вот смотришь, неужели ли за 25 лет нельзя было включить действительно какую-то музыку другую, поменять атмосферу на колоритную, а не на похоронную в белых тонах. И вот, и понимаешь, что это просто неосознанность, ничего не меняется веками, ничего не меняется. Тогда зачем это вообще нужно? Отштамповала эти паспорта и все. Хотя, с другой стороны, когда вот я на себе, вот они поженились, и я ощутила статус свекрови на себе, я понимаю, что это другие ощущения. И тут же, тут же родовые программы. Я их просто ловила в себе, останавливала, выкручивала и удаляла, потому что они мне не нужны. Мои дети, они любят друг друга, они будут счастливы. И я не хочу в себе включать ту свекруху, о которой говорят, как о свекрухе, да. Я не хочу это, я осознанно этого не хочу. Я хочу, чтобы у меня с невесткой были отношения, как с дочкой, да. Как у меня с моей свекровью. Но при этом, когда идут вот эти вот родовые штуки, они, их надо ловить, их надо осознавать, их надо удалять, потому что они вообще никак не осознаются, если ты туда не направишь внимания. И я их чувствовала только по энергии, что идет низкочастотка, которая приводит меня, во мне вызывает раздражение. Я ее отлавливала, а утром я ощутила влияние вот на шею, что у меня вот ошейник, что меня давит. И я понимаю, что эти программы мне просто в час родовое все надо взять и слить, куда-то удалить, потому что оно подкачалось, только потому что у меня поменялся статус. Коллективно, социальный статус. Ну ладно, тут их ловишь. А сколько людей их и не ловит, а сколько еще ждет с распростертыми объятиями, и говорит, я сейчас еще и в сковородку поиграю, и в ругань с невесткой поиграю, еще во что-то поиграю. Это, конечно, невероятно, но это все абсолютно неосознаваемые людьми пласты, которые напрямую влияют на подсознание, на здоровье, непосредственно на здоровье. Потому что статус свекрови предполагает, что ты должна быть старой и злой, что твое поколение уже уходит, и тебе пора на кладбище. Ну то есть одно за одно цепляется, что ты скоро должна стать бабушкой, никто не спрашивает их, хотят они размножаться или не хотят. Вот я это все вчера, когда на себе проживала, сейчас осознаю это дело, понимаю, нет, мне 25, господа, я в ваши игры не играю. Ну, я еще хочу сказать, что помимо негативных, конечно, в этих традициях есть и позитивные вещи, да, вот как со стороны, когда изнутри ты все-таки больше вовлеченка, да, со стороны вот смотришь, да, например, то есть есть хорошая традиция, там, допустим, деление каравая, да, вот действительно, вот, ну, там любовь у них, ну, вот, ну, если в идеале, да, у молодых любовь, в которой вот это все заряжено, весь этот караваев, вот каждому этот кусочек, да, это же хорошая традиция сама по себе, отличная традиция, но просто они перемешаны вот с такими вот, ну, с мусором, да, их можно действительно отделить, есть красивая, с той же музыкой, да, то есть включают вот просто удивительный момент, да, включают на танцполе, я извиняюсь, одиночество, сука, да, и все такие довольные, да, говорят, сука, одиночество на свадьбе на минуточку, да, и все танцуют, да, потом, например, включают ту же польку, да, вот действительно что-то вот, то, что за душу берет, первородное вот это движение, да, то, что вот родовое, и сколько людей остается на танцполе, то есть да, остаются, танцуют, причем танцуют люди от души, действительно, потому что это ритм, это вот, ну, ритм сердечный, внутренний, да, Да, пожалуйста, танцуйте с удовольствием, вот вам музыка. Но просто когда вот эти вот программки друг возле друга, контраст очень сильно виден, да. То есть можно отобрать те традиции, которые действительно вот заряжают там, там, не знаю, молодую семью там, да. Но отделить вот от этих вот, я извиняюсь, какашек, которыми все это еще дополнительно фаршировано. И те же там традиционные свадьбы, пожалуйста, можно замечательно сделать. То есть вот эти очищающие обряды там с рушниками, да. То есть, ну, это все заложено на рептильном мозге, на подсознании. И это да, это пойдет в плюс, как бы, хорошо. Но тогда это надо осознанно же подходить. То есть тогда это надо отделять одно от другого, да. Тогда это нужно... Это думать надо. Думать надо, да, что с этим делать. А зачем думающий человек коллективно? Да, это другой вопрос. Хочу его сразу грузануть, чтобы он перестал думать. И вот он родился, вот он отучился, открыл глаза, его уже передали, женили. И вот он отработал пенсию и кладбище. И вот жизнь прошла. И вот так, цикл за циклом. И выйти из этого цикла человек не успевает проснуться. Человек не успевает проснуться, потому что он постоянно находится под влиянием. Потому что он верит, что этот мир существует вне его сознания. Что он пришел сюда играть, прожить. Где-то есть Бог, который распоряжается его судьбой. И он к себе это все забыл, не помнит. Как только он вспомнит хотя бы частично, кто он есть, какие способности его сознания. Тогда совсем другая игрушка. То есть его доминирующее сознание может и силу этого рода взять, например, этих родов. И направить эту всю толпень туда, куда ему надо. Эту энергию себе взять, действительно трансформировать в высокочастотную. Действительно направить на себя, на свою счастливую жизнь. То есть по доминантному сознанию уже будут подстраиваться и остальные. Они никуда не денутся. Другие событийные ряды совсем, когда человек осознает вот эту магию сознания. Это все по-другому. И даже восприятие всего происходящего, вот уже со стороны, когда ты осознаешь вещи, это просто весело. Это весело. Это реально такой трэш, смотришь на него и реально весело. Нету критики, нету осуждения. Состояния другие, но при этом понимаешь, что вот это можно использовать так. Это можно использовать так. Это можно выкинуть, от этого отказаться. Это мусор, это спам, это принять. И при этом порадоваться. Порадоваться тому, что ты строишь сам свою реальность. Сам строишь свою жизнь. Да, главное, чтобы в конце свадьбы не было ворона, который вьется. Уже над трупом, да, традиционное, окончание. Да, завершающие свадьбы. Вороны, которые вьются, да, уже и похоронили заодно. Да, прописали всю жизнь, да, до конца. Все равно родственники собрались, зачем второй раз собирать. Действительно. Да. Нет, классная, классная игрушка под названием «Жизнь». В этой симуляции столько треша. Просто учитесь замечать его. И вам будет так же весело, как и нам.